На западе Германии пять человек пострадали во время пожара в лагере для беженцев недалеко от Франкфурта. Один из них спасался от огня и выпрыгнул со второго этажа. Еще четверо отравились угарным газом. Полиция рассматривает пока все версии, в том числе и поджог. Очередному пожару в лагере для беженцев предшествовали события в Хайденау под Дрезденом, где находится один из центров по приему мигрантов. На несколько дней в конце августа город стал ареной жестких столкновений полиции и правых радикалов. В Бранденбурге неизвестные сожгли спортзал, в котором планировалось поселить мигрантов. Аналогичные инциденты были зафиксированы в Берлине и Баварии. В нынешней ситуации становится ясно, что прописанная в документах политика Европы по отношению к беженцам не функционирует. В Австрии, Венгрии или Греции, например, мигранты остаются порой на год или на много месяцев. В этих странах остро стоит вопрос расселения беженцев. Сотни нелегальных мигрантов провели минувшую ночь в вагонах в 40 километрах к западу от венгерской столицы на станции Бичке, где находится лагерь для беженцев. Мигранты настаивают на том, чтобы их отвезли на границу с Австрией. Специальный поезд был выделен накануне венгерскими властями, якобы для того, чтобы доставить беженцев на границу. Однако состав туда не доехал. В четверг полиция силой высаживала мигрантов и их детей из поезда. Произошли столкновения. Самым гуманным в этой ситуации будет подать мигрантам сигнал «пожалуйста, не приезжайте». Почему они едут из Турции в Европу? Турция – безопасная страна, если вы бежите от войны. Оставайтесь там. Мы не можем принять столько мигрантов. Не надо строить пустых иллюзий. Поэтому я повторяю свое обращение ко всем мигрантам. Не приезжайте. В итальянский порт Мессина прибыло судно с нелегальными мигрантами. В общей сложности на его борту находилось свыше 800 человек. В большинстве своем – уроженцы Эритреи. По данным полиции города, в этот раз удалось задержать двух организаторов незаконной перевозки людей. Это граждане Туниса и Ливии. Арестованные дают показания. Полицейские надеются, что новые данные позволят выявить новые каналы перевозчиков. По данным Организации Объединенных Наций, с начала 2015 года в Средиземном море погибли более 2,5 тысяч беженцев. Четверо организаторов незаконной перевозки беженцев арестованы и в Турции. Их подозревают в смерти 12 сирийских мигрантов, среди которых было 5 детей. Тело одного из них, трехлетнего мальчика Айлана, волной выбросило на пляж у города Бодрум. Все задержанные граждане Сирии в возрасте от 30 лет до 41 года. Их подозревают в незаконной перевозке беженцев из Турции в Грецию на лодке по Игейскому морю. Александр Пинчук, Вадим Мартишевский, агентство теленовостей.